Здравствуйте, дорогие друзья! Третье занятие, третьей ступени нашего телевизионного курса по французскому языку для начинающих, который мы назвали «Французский язык и Францы». Напомню, что система обучения французскому языку в том курсе, который мы предлагаем вашему вниманию, основана прежде всего на активизации вашей познавательной активности, вашей собственной познавательной деятельности. То есть ни в коем случае нельзя воспринимать наши телевизионные уроки чисто пассивно, сидя перед экраном и думать, что, просмотрев какой-то телевизионный урок, вы получите активные знания по французскому языку. Наоборот, с самого первого занятия, если вы помните, я призываю вас к активному сотрудничеству, к активной совместной работе и на протяжении нашего какого-то конкретного телевизионного урока, и в домашних условиях, когда вы самостоятельно продолжаете работать над языком, над тем материалом, который мы с вами, опять-таки, совместно, я это подчеркиваю, прорабатываем на телевизионном уроке, на телевизионном занятии. А вот те задачи, которые мы вместе с вами решаем, это, безусловно, задачи, которые направлены на освоение основных речевых навыков, связанных с пользованием французским языком. Это и чтение, и аудирование, и говорение, и перевод, и в итоге это нас должно подвести, может быть, не на начальном этапе изучения языка, а на более старших этапах уже к свободному общению на французском языке. Ну, а условием активизации той познавательной деятельности, о которой я уже говорил, является прежде всего страноведческое и культурологическое содержание тех текстов, которые положены в основу нашего любого занятия. И вот, соответственно, сегодняшнего занятия речь пойдет о веке XVIII, о Великой Французской революции. Вот именно этот материал послужит нам с одной стороны базой, чтобы продолжать совершенствовать основные навыки и в чтении, и в аудировании, и в переводе, и в устной речи. А с другой стороны, ведь благодаря текстам и благодаря языку мы продолжаем с вами знакомиться с историей и с культурой страны и того народа, который говорит на французском языке. Итак, сегодняшняя тема, еще раз обращаю ваше внимание на это, век XVIII, вот та эпоха, которая ограничена двумя знаменитыми датами. 14 июля 1790 года, 10 августа 1792 года. И вот в качестве такого эпиграфа, который одновременно служит и названием, титулом текста, мы выбрали первые титульные слова той песни, которая стала тоже символом той эпохи, ключевой эпохи в истории Франции. Это заглавные строки из Марсельезы. Итак, мы обращаемся к текстовому материалу. Напомню, с двух позиций. С одной стороны, текст, любой текст, это источник, за счет чего мы пополняем с вами свой словарный запас, приобщаемся и осваиваем систему и структуру языка. А с другой стороны, любой текст, это источник информации о каких-то, ну вот в нашем с вами случае, о каких-то конкретных этапах истории народа и страны, где говорят на французском языке. Первый фрагмент работы с текстом, уже ставший привычным, этап работы с текстовым материалом, этап аудирования. Напомню, что ваша основная задача на этом этапе постараться именно со слуха как можно больше информации вычленить в тексте и адаптировать и в плане грамматическом, и в плане лексическом, и, собственно, в плане содержательном. Затем эта информация нам потребуется для того, чтобы предпринять соответствующие шаги по компрессии текста и при переработке вот того языкового и речевого материала, который содержится в тексте, уже в свой адаптировав этот материал, для того, чтобы построить свое собственное высказывание, свое собственное речевое высказывание, для того, чтобы передать реальному или виртуальному собеседнику какую-то часть информации, которая вам покажется наиболее интересной, передать в некоем воображаемом, виртуальном, а может быть и реальном общении. Итак, первый этап работы по тексту на нашем сегодняшнем занятии – этап аудирования. Напомню, что ваша основная задача – минимально обращаться к визуальной поддержке и максимально сосредоточиться на слуховом восприятии текста, на слуховом восприятии информации, именно на слуховой обработке информации, которая прозвучит, напомню, в аутентичной записи носителей языка. Итак, давайте с вами послушаем текст. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В этом первом фрагменте Это развить навыки восприятия на слух Вот с этой целью напомню Желательно, чтобы с каждым уроком Вы все меньше обращались к визуальной поддержке И все большее внимание уделяли восприятию на слух Той информации, которая содержится в тексте Причем двум аспектам надо уделять равновеликое внимание и внешней звучащей форме, то есть системе и структуре французского языка, и содержательной стороне. Вот, собственно, о чем идет речь в тексте. Второй фрагмент работы по тексту – это уже ваш самостоятельный аспект работы, когда мы предлагаем вам семантизировать текст при помощи двуязычного словаря, который, я надеюсь, находится у вас под рукой, и краткого грамматического справочника. Давайте попробуем самостоятельно семантизировать текст, а затем уже в совместной работе на третьем этапе, таком этапе контроля, мы сможем убедиться, опять-таки, совместными усилиями, насколько полно, насколько адекватно вы восприняли содержательную сторону текста и сумели как бы преодолеть все те сложности, которые кроются за внешней, формальной, структурной стороной текста, вот как он, собственно, представлен в современном французском языке. Итак, у вас сейчас будет время для того, чтобы самостоятельно, напомню, попытаться семантизировать предложенный в данном уроке текст. КОНЕЦ 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 Уже третьего занятия нашего курса по французскому языку. Третий этап – это этап нашей с вами совместной работы. Напомню, что участие в телевизионных занятиях предполагает ту или иную степень активности, а не просто пассивного восприятия информации. Итак, мы приступаем с вами теперь именно к совместной творческой работе по семантизации текста. И таким образом мы можем установить в результате этого этапа работы по тексту, насколько полно, адекватно вы смогли понять содержание прослушанного и прочитанного вами текста. Вперед, сыны отчизны! 14 июля 1790 года, 10 августа 1792 года. «Вперед, вперед, сыны отчизны! Для нас день славы настает! Против нас тиранов стая с кровавым знаменем идет! К оружию граждане!» С самого начала правления Людовика XVI – 1774-1792 – зарождается финансовый, политический и социальный кризис, который приведет к революции. 14 июля 1789 года парижане захватили Бастилию – государственную тюрьму, символ деспотизма. Революция уничтожила абсолютизм. Франция получила Конституцию. Французы уже не подданные, но граждане. Провозглашены права человека. Казна была пуста. Денег не было, но их нужно было найти. По всей Франции начали продавать с торгов земли, виноградники, дома, принадлежавшие церкви. Но самые хорошие земли, леса достались буржуа и богатым торговцам. Крестьяне же получили крохи. Епископы и священники нехотя расставались со своими богатствами. Они стали служащими как судьи или мэры. Чтобы занять свою должность, они должны были пройти через выборы. Тем временем, Людовик XVI тайно готовит побег, чтобы присоединиться ко все более многочисленным иммигрантам. 20 июня 1791 года в полночь вся королевская семья покидает замок Тюлери. Однако два дня спустя, несмотря на то, что он был переодет, короля узнали в Варене и припроводили в Париж. «Король больше не любит нас, он не любит революцию», говорили в народе. Тайно король призывает на помощь иностранные государства. Франция готова вспыхнуть. 20 апреля 1792 года Франция объявляет войну немецкому императору. 11 июля 1792 года прозвучал призыв «Родина в опасности», и французы стали прибывать из провинций для защиты Парижа. Народ, требуя низложения короля, атакует и берет Тюлери при поддержке марсельцев, которые вошли в Париж, распевая гимн, сочиненный в Страсбурге Роже Т. Лислем, отсюда и его название Марсельеза. 14 февраля 1879 года Марсельеза станет гимном Франции. Король был арестован. Франция перестала быть монархией. Король был объявлен низложенным и вместе со всей семьей заключен в Тампль. 21 июля 1793 года король Людовик XVI был приговорен к смерти и казнен. Итак, нам остается в нашем текущем уроке завершить последний, четвертый фрагмент, четвертый этап работы с текстом, с тем языковым и речевым материалом, который содержится в тексте. Это этап самостоятельной работы, этап аналитического чтения. И в ходе этого этапа обратите, пожалуйста, внимание на следующие основные смысловые вехи этого текста, которые, с одной стороны, помогут вам в составлении динататной карты по французскому тексту, ну а с другой стороны, явятся некоторыми опорными фрагментами, вехами в составлении небольших устных рассказиков эссе, которые будут посвящены событиям, характеризующим историю Франции той эпохи, эпохи XVIII века. Итак, на что нужно обратить внимание, когда вы будете самостоятельно работать по тексту? Итак, первый, самый обширный, наверное, смысловой блок, каковы были итоги правления Людовика XVI, которые, по сути, и привели к тем событиям, которые именуются Великой Французской революцией. И второй смысловой блок, на который нужно обратить внимание и на базе, на основе которого вам затем уже дома придется сделать небольшое устное сообщение эссе. Итак, смысловой блок, как народ воспринял весть о свершившейся революции. Вот, пожалуй, два основных момента, на которые нужно будет обратить внимание. И напомню, когда вы будете самостоятельно сейчас, вот на этом четвертом этапе нашего урока, работать с текстом, постарайтесь как можно более полно зафиксировать основные ключевые слова в их текстовой форме, ядерные предложения, которые, или вокруг которых формируется основной смысл каждого абзаца этого текста. Все это позволит вам адекватно составить динататную карту и затем, вот на базе того материала, который вы заложите в динататную карту, составить небольшие, я повторю еще раз, небольшие устные выступления эссе, которые будут сориентированы вот на те две проблемы, те два аспекта в истории Франции, а именно правление Людовика XVI, итоги этого правления, ситуация, которая сложилась в эпоху Людовика XVI, приведшая к Великой Французской революции, и восприятие революционных событий французами той эпохи. Итак, теперь я даю вам возможность самостоятельно поработать над текстом. Великой Французской революции 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 Такой фрагмент нашего телевизионного урока, в котором мы подводим некоторые итоги той информации, с которой мы познакомились в плане системы и структуры языка. Основное внимание на третьей ступени нашего курса по французскому языку мы уделяем глаголу. Дело в том, что глагол, глагольные формы являются стержневыми для организации высказывания, для построения предложения в современном французском языке. Вот именно поэтому такое внимание и уделяется глаголу, глагольным формам, в том числе и системе времен, наиболее сложному фрагменту в современном французском языке, фрагменту грамматической системы современного французского языка. Итак, напомню, в прошлый раз мы говорили о простых временах. То есть мы аранжировали материал, приводили в некую табличную форму материал, который характеризует систему простых времен. Вот точно так же, продолжая работать в этой же схеме, мы попытаемся саранжировать материал, который касается сложных времен. Итак, о чем пойдет речь? Речь пойдет о системе сложных времен. То есть тот случай, структурный случай, когда простое время одного из вспомогательных глаголов, к таковым, напомню, относятся глаголы «ава» или «это», структурно объединяются с причастием прошедшего времени спрягаемого глагола. Вот эта структура, опять-таки глагольная структура, и образует достаточно разветвленную систему сложных времен современного французского языка. Так, в плане будущего, когда мы говорим о будущих событиях, мы имеем две формы, две структуры. Во-первых, «футюр антерьер» или «ближайшее будущее», которое должно закончиться до какого-то другого действия в будущем. Давайте посмотрим на пример из французского языка, который наглядно представляет и саму структуру этой временной формы «футюр антерьер», об этой форме идет речь, и функционирование этой формы во фразе. Обратите внимание на перевод. Когда она прочитает эту книгу, она сможет отдохнуть. После того, как она завершит чтение, она сможет отдохнуть. Вот такой смысл придается этому высказыванию и форме «эль-ра-лю». Итак, еще раз обращаю ваше внимание, как выстраивается в структурном плане эта временная форма «ближайшее будущее», «футюр антерьер». Итак, это глаголы «avoir» или «этерьер» в форме «футюр сампель» плюс «partисип пассив». Еще одна форма, которая также проецирует высказывание в будущее, так называемое «футюр амедья» или «прощ», «ближайшее будущее». В качестве примера на слайде вы видите синтагму «эль-ва-ли-ир», она вот сейчас собирается читать. Структура носит универсальный характер и представлена глаголом «aller» в «презент» плюс «инфинитив», то есть инфинитив смыслового глагола. Итак, «эль-ва-ли-ир». Речь шла, напомню, о проекции высказывания в будущее. Что касается настоящего события, то во французском языке мы имеем так называемое «présент-континю», то есть настоящее продолженное, которое характеризует действие, протекающее в момент речи, в момент высказывания. Вот так может выглядеть высказывание, где употребляется данная временная форма. «Я вот сейчас читаю». Структура представлена достаточно сложным сочетанием, во-первых, глагола «этер», во-вторых, устойчивой структуры «ан трен де» и плюс «инфинитив» смыслового глагола. Напомню, это так называемое «présент-континю» – настоящее продолжение. И, наконец, план прошедшего времени, когда мы говорим о прошлых событиях. Здесь система времен достаточно разветвленная, наверное, наиболее разветвленная по отношению ко всем другим временным проекциям. Итак, в первую очередь здесь представлена «пассе-композе», прошедшая «совершенное». Например, «эль» а «лю» – «она прочла». Структура предполагает употребление вспомогательных глаголов «этер» и «avoir» в «презент» плюс «particip-пассе». «Пассе-амедия» – «les raisons» – «недавно прошедшие». И высказывание «elle vient de lire» можно перевести на русский «она только что прочла». Обратите внимание на структуру этой временной формы. Сложную временную структуру – глагол «venir» в «презент» плюс «de» плюс «инфинитив» смыслового глагола. Вот так структурируется эта временная форма «пассе-амедия» – «недавно прошедшая». Еще одна форма, тоже имеющая отношение к описанию прошлых событий – так называемая «пассе-антерьер» – то есть прошедшая непосредственно предшествующая другому прошедшему действию. Например, «э-лю» – то есть когда-либо после того, как она прочитала эту книгу, она пошла гулять. То есть вот такое цепочечное представление совершения последовательных действий в прошлом. Ну и в основе этой временной формы лежит конструкция с глаголами «этер» или «avoir», но уже в «пассе-сампле» плюс «partисип-пассе» смыслового глагола. И последняя временная форма, которая вот так органично вписывается в нашу схему – это «плюс-кепарфей» – это прошедшее, совершившееся ранее другого прошедшего действия. Имеет оно форму «авэй-офэ» – то есть она прочла книгу, которую ей когда-то подарили. Обратите внимание на то, что при структурировании данной формы глаголы, вспомогательные глаголы «этер» и «avoir» стоят «ампарфей» и плюс, естественно, присутствует в этой структуре «partисип-пассе» смыслового глагола. Продолжение следует... Напомню, что задание, которое мы вам дали, предполагает активную работу с материалом прослушанного и прочитанного текста, который был посвящен XVIII веку и эпохе Великой Французской революции. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...